Добрый день! В этом уроке мы рассмотрим, как подключить датчик электромиограммы Bitronics Neuralab к блоку Lego Mindstorms IF3, визуализировать сигнал мышечной активности и использовать его для управления мотором. Для подключения датчика EMG к блоку IF3 потребуется блок Lego Mindstorms IF3, центральный модуль Bitronics Neuralab, датчик электромиограммы Bitronics Neuralab, соединительные провода. Прикрепим центральный модуль к блоку IF3 с помощью двух штифтов и с помощью провода подсоединим центральный модуль к порту номер один блока IF3. Затем, с помощью красного провода подключаем датчик EMG к центральному модулю Bitronics Neuralab. Для этого можно использовать любой из трех разъемов на центральном модуле. Включаем блок IF3. При правильном подключении зеленый светодиод около разъема будет постоянно светиться. Если светодиод не горит или постоянно мигает, нужно проверить правильность подключения проводов. Они должны быть плотно вставлены в датчик, центральный модуль и блок IF3. Подключаем блок IF3 с помощью USB кабеля и беспроводной связи к компьютеру. Располагаем датчик EMG на мышце, с которой будем считывать сигнал, например, мышцы сгибателя предплечья. Открываем на компьютере программное обеспечение LEGO Mindstorms IF3. Создаем новый проект и выбираем эксперимент. Поставляем настройки датчика. Датчик Bitronics. Режим работы электромиограмма. Порт 1. Цвет построения графика производим. Продолжительность эксперимента 60 секунд. Частота 10 выборок в секунду. Запускаем эксперимент. На экране начинает строиться график EMG сигнала. При напряжении мышцы видим явное увеличение амплитуды сигнала. Амплитуда сигнала тем больше, чем сильнее напрягается мышца. В случае, если сигнал зашкаливает, проверьте крепление датчика. Он должен плотно прилегать к мышце. Останавливаем эксперимент. Попробуем построить график обработанного EMG сигнала. Для этого выберем другой режим работы – амплитуда силы. Выбираем другой цвет графика. Запускаем эксперимент. Идет построение графика амплитуды силы. Такой сигнал хорошо подходит для использования в качестве управляющего, так как позволяет легко задать пороговое значение в программе. Соберем тестовую установку для управления мотором с помощью EMG сигнала. Потребуется небольшое количество деталей и большой мотор из набора Mindstorms EF3. Мотор подключаем к порту A. Напишем программу в среде программирования LEGO Mindstorms EF3. Добавляем в программный блок цикл. В палитре датчики находим блок Bitronics. Выбираем порт подключения первый и режим работы датчика – амплитуда силы. Добавляем блок сравнения. Выбираем знак сравнения. И проводим шину данных от блока датчика. Желтый цвет шины говорит о том, что передаются числовые значения. Исходя из построенного ранее графика амплитуды силы, выбираем значения для включения мотора. То есть, если значение, считываемое датчиком, будет больше этого порогового значения, то включается мотор. Добавляем блок переключателя. Режим работы блока – логическое значение. По шине данных передаем логическое значение из блока сравнения на блок переключателя. Зеленый цвет шины означает логические данные – истина или ложь. Ставим блок большого мотора. Мотор будет включаться, если по шине данных приходит истина, и выключаться, если ложь. Тестируем работу нашей системы. Да, все отлично работает. На этом мы завершаем описание работы модуля AMG Bitronics Neuralab. Программу к данному уроку, инструкцию по импортированию блока датчиков Bitronics Redoo и 3G, вы можете найти на сайте Bitronics Lab. Продолжение следует...